В сегодняшнем спецвыпуске место встречи Иерусалим. Рождество в Израиле несет надежду в военное время. Мы рассмотрим реальные места и события, связанные с рождением Иисуса в Писании. Мы посетим пастушьи Поли в Вифлееме и услышим мнение одного из экспертов о мудрецах, которые пришли навестить младенца Иисуса. Кроме того, известный художник-карикатурист выступит в защиту христиан, гонимых на Ближнем Востоке. Все это и многое другое в сегодняшнем выпуске место встречи Иерусалим. Вы смотрите место встречи Иерусалим. Я Крис Митчелл. В этом году в Святой Земле необычное Рождество. Израиль борется за выживание в войне с Хамасом. Печально, что это происходит в Рождество, но, как все мы знаем, этот праздник знаменует надежду. Я нахожусь рядом со зданием YMCA, которое было основано в 1933 году и была посвящена гармонии между основными мировыми религиями. Туризм в этом году значительно сократился, но люди все равно приходят полюбоваться огнями на этой чудесной елке. Наша первая рождественская история о месте в Вифлееме, над которым 2000 лет назад засияла рождественская звезда. Это поле, где, возможно, в ту самую ночь пастухи охраняли свои стада. Сейчас я нахожусь в местности, известной как Пастушье поле. Причина в том, что, согласно Евангелию от Луки, именно здесь, 2000 лет назад, ангел Господень явился перед пастухами и сообщил им о рождении царя в городе Давидовом. Я говорил об этом с пастором Стивеном Хури, который вырос в Вифлееме. Мы встретились в пещере, возможно, именно там ночевали и пастухи 2000 лет назад. Приветствую вас, пастор Стивен Хури. Расскажите нам, где мы сейчас находимся. Прежде всего, я хочу поздравить вас с Рождеством. Мы находимся на пастушьих полях, которые мы называем полями Ваоза. Именно сюда, очевидно, приходила Руфь. Здесь многое произошло, не только в сам день Рождества или в его канун. Когда мы говорим об этом поле, на ум приходят три истории. О Руфи и Ваозе. Другая история о царе Давиде. Давид родился и вырос в этой местности, в районе Вифлеема, около пастушьего поля. Ну, и, конечно же, это история о рождении нашего царя Иешуа. Мы находимся прямо посреди пастушьего поля. Здесь ангелы явились пастухам и сообщили благую весть, как сказано во второй главе Евангелия от Луки. Возвещение Благой Вести, о котором говорил пастор Хури, описано во второй главе Евангелия от Луки. Вот что пишет Лука. «В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел, не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак. Вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях». Я называю пастушье поле колыбелью нашей истории. Она находится именно здесь, где ангелы решили явиться для того, чтобы возвестить благую весть о рождении царя. Почему ангелы явились пастухам? Какова их роль в истории? Что приходит мне на ум? Велика вероятность того, что это тот самый регион, та самая местность, грот на пастушьем поле, где мы находимся, мог быть местом, где овец готовили к закланию, к жертвоприношению для первого храма, храма Соломона и храма царя Ирода, второго храма. Так что если это то самое место, значит именно здесь они выращивали их кошерным способом. Именно здесь они готовили овец к жертвоприношению. Логично предположить, что ангелы явились к ним и сообщили благую весть, которую мы видим в Евангелии от Луки 2. Далее в Евангелии от Луки сказано, «И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее славу в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение. Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу, «Пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем нам возвестил Господь». И почему же все это так важно? Они готовили овец к жертвоприношению. И именно они первыми узнали о рождении царя. Царя, принесенного в жертву ради искупления человечества. Если это так, то эта местность уникальна. И как итог, спасение человечества запечатано кровью царя Иешуа, царя Агнца. И в завершении истории Лука пишет, «И поспешив, пришли и нашли Марию и Иосифа и младенца, лежащего в яслях. Увидев же, рассказали о том, что было возвещено им о младенце сём. И все, слышавшие, дивились тому, что рассказывали им пастухи. А Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце своём. И возвратились пастухи славе и хваля Бога за всё то, что слышали и видели, как им сказано было. Славьте Бога везде, где бы вы ни были. За Его спасение, искупление и милость в эти рождественские праздничные дни. С Рождеством Христовым и Божьих благословений с пастушьего поля, где родилась наша вера. Далее в программе. Кем были мудрецы, которые путешествовали несколько месяцев, чтобы увидеть младенца Иисуса? В Евангелии от Матфея сказано о волхвах. Эта история доступна в семейном приложении CBN о мудрецах, которые годами изучали небо, чтобы найти звезду, которая приведёт их в Вифлеем к царю иудейскому. Привет, я Крис Митчелл. Я стою посреди иудейской пустыни. На востоке находится Иорданская долина и горы современного государства Иордания. В библейские времена эта местность была известна как земля Моава. Примерно в 16 километрах к западу находится город Иерусалим. Если бы мы оказались здесь около двух тысяч лет назад, мы могли бы увидеть проходящих мимо волхвов. Они шли на поиски того самого рождённого царя иудейского. Вот как это описал Матфей. Когда же Иисус родился в Вифлееме иудейском, во дни царя Ирода пришли в Иерусалим, волхвы с востока и говорят, где родившийся царь иудейский, ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему. Кем были эти мудрецы, пришедшие с востока? Очевидно, это были люди, изучавшие небеса. Как сказано в книге Бытия, звёзды могут поведать историю. Во время сотворения сказал Бог, да будут светило на небесном своде, чтобы отделять день от ночи, и пусть они служат знаками, чтобы различать времена, дни и годы. И в псалмах псалмопевец сказал, что небеса провозглашают Божью славу, и о делах его рук возвещает их свод. И за дня в день вещают они, каждую ночь открывают знания. Считается, что волхвы пришли из Вавилона. Это современный Ирак. Они изучали небеса и обнаружили нечто чудесное. Звёзды возвестили у пришествия Мессии Израиля и Спасителя мира. В документальном фильме «Вифлеемская звезда» Рик Ларсон говорит, что историк первого века по имени Филон описал, как выглядели волхвы. Филон говорит о волхвах. Он описывает определенную школу волхвов, которую называют «Восточной». И он хвалит этих волхвов. Он говорит, что волхвы понимают естественные порядки, могут объяснить его другим. Согласно Филону Александрийскому, они, вероятно, были кем-то вроде современных ученых. В те времена именно так бы их и называли. Мы не знаем, принадлежат ли волхвы и священных писаний к той самой «Восточной школе», но не правда ли интересно, что Матфей хочет, чтобы мы знали, что они пришли с Востока. Я думаю, он говорит нам, что эти волхвы были из хорошей школы, они были выдающимися людьми. Я думаю, эта «Восточная школа волхвов» зародилась во времена Даниила. Даниил так и не вернулся домой. Он оставался там до самой смерти. И я думаю, что он оставил после себя учеников. Ларсон предполагает, что волхвы могли быть потомками иудеев, поскольку они искали царя Иудейского. Они пересекли Иудейскую пустыню и пришли в Иерусалим к царю Ироду. Это место, куда две тысячи лет назад пришли волхвы. Сегодня это башня музея Давида, но когда сюда пришли мудрецы, это был дворец царя Ирода. Я стою на одной из построенных им башен. Отсюда открывается вид на город Иерусалим и Элеонскую гору. Вероятно, оттуда волхвы впервые увидели Иерусалим. Это место называется Кишле. Возможно, именно здесь волхвы встретились с царем Иродом. Около 20 лет назад археологи обнаружили, что это место было частью его дворца. Вот как Матфей описывает их встречу после того, как волхвы спросили, где тот, кто родился царем иудейским. Услышав об этом, царь Ирод встревожился, а с ним и весь Иерусалим. Он созвал к себе всех первосвященников и учителей закона и спросил их, где должен был родиться Христос. Первосвященники и книжники дали ответ, который был нужен мудрецам, чтобы найти царя Иудейского. В иудейском Вифлееме ответили ему, потому что так написано у пророка, «И ты, Вифлеем, в земле Иудеи, ты вовсе не наименьший среди главных городов Иудеи, из тебя выйдет правитель, который будет пасти народ мой Израиля». Мудрецы путешествовали несколько месяцев, а перед тем около двух лет изучали небо. Матфей пишет, что Ирод хотел знать, когда это произойдет. Послав их в Вифлеем, сказал, «Пойдите тщательно разведайте о младенце, и когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти и поклониться ему». Следующее событие происходит здесь, в Вифлееме, примерно в восьми километрах от Иерусалима. Это церковь Рождества Христова, место, где, как принято считать, родился Иисус. В большинстве рождественских вертепов видное место занимают волхвы, а также пастухи Мария, Иосиф и младенец Иисус в яслях. Однако вполне возможно, что они прибыли через месяц или даже спустя целых два года после рождения Иисуса. Матфей говорит, что они пришли в дом, а не к яслям. После многих месяцев исследований и странствий мудрецы наконец завершили самые важные в своей жизни поиски. Ларсен описывает Вифлеемскую звезду, за которой следовали волхвы, как звездный танец и небесное свидание созвездий, звезд и планет, провозглашающих рождение Иисуса. Вот как он описывает небесную карту во времена волхвов. Я хотел бы привести вам хронологию. В сентябре третьего года до нашей эры Юпитер соединился с Регулом в созвездии Льва. Солнце перешло в созвездии Девы, Новолуние, потом Еврейский Новый год, Роша-Шана. Девять месяцев спустя самая большая планета соединяется с самой яркой планетой, образуя самую яркую звезду, которую когда-либо видели. Эта звезда зажглась прямо над Иерусалимом, куда и приехали волхвы. Они добрались туда приблизительно в ноябре. Они пришли к Ироду и сказали, «Мы видели звезду, где маленький царь». Ирод ответил, «В Вифлееме». Они покинули Иерусалим и направились в Вифлеем. Это 8 километров пути. Они посмотрели вверх и увидели там звезду. Юпитер находился прямо над Вифлеемом. Они пришли в Вифлеем 25 декабря 2 года до нашей эры. Мы знаем эту дату, потому что именно тогда звезда остановилась. Когда они нашли Иисуса, Матфей описывает сцену ликования и восхищения, выслушав наказ царя. Они отправились в путь. Звезда, которую они увидели на востоке, шла впереди них, пока, наконец, не остановилась над местом, где был младенец. Увидев звезду, мудрецы очень сильно обрадовались, когда они вошли в дом и увидели младенца и его мать Марию. Они, павши, поклонились ему и открыли свои сокровища и поднесли ему подарки. Золото, ладан и смирну. Через свои дары мудрецы пророчествовали. Золото олицетворяло земное царствование Иисуса, ладан его благочестие, а смирна предсказывала его смерть за человечество, как агнца Божьего. Они нашли того, кого небеса, объявили царем иудейским и спасителем мира. Но на этом история не закончилась. В Иерусалиме царь Ирод задумал убить Иисуса, но Бог предупредил Марию, Иосифа и волхвов. Во сне они были предупреждены о том, что им нельзя возвращаться к Ироду и вернулись в свою страну другим путем. Вот грот посреди церкви Рождества Христова на том месте, где, как считают, родился Иисус. Мудрецы, пришедшие встретиться с Иисусом, провели месяц вдали от дома и в своем духовном паломничестве прошли сотни утомительных километров. Две тысячи лет спустя их усердие является для нас примером, и мудрый сегодня, как и в те времена, также ищет его. С Рождеством! Далее в программе. Художник, использующий свою платформу, чтобы выступить в защиту христиан, преследуемых на Ближнем Востоке. Военное время показало, как важно, чтобы христиане и евреи держались вместе. Мы уже рассказывали о том, как христиане существенно поддерживают Израиль с 7 октября. Но наша следующая история о человеке, который оказывает ответную услугу. Это лауреат многих наград, карикатурист Яков Киршин. Его очень волнует судьба христиан, которых преследуют на Ближнем Востоке. И он показывает это в своих рисунках. Более 40 лет еврейский карикатурист Яков Киршин направляет свои политические комментарии на такие темы, как исламский терроризм и антисемитизм. Теперь он обращается к одной из самых страшных, по его мнению, проблем современности — гонениям христиан на Ближнем Востоке. Христианские общины полностью разгромлены. На Ближнем Востоке проводится этническая чистка христиан. Западные лидеры просто смотрят на это сквозь пальцы. Прошлым летом ИГИЛ изгнал десятки тысяч христиан из их домов и поставил перед выбором либо отказаться от своей веры, либо умереть. Другой пример — церковь в Египте, сожженная мусульманским братством. Киршин говорит, что не может понять безразличие Запада к тому, что он называет Холокостом, с которым сталкиваются христиане Ближнего Востока. Больше всего я удивляюсь апатии в обществе. Совершенно ненормально, что церкви молчат, что политики тоже молчат, и никто не проводит демонстраций. Киршин заявляет об этих проблемах вслух. В его команду входят Джена Салли и стажер Майкл. Они запустили интернет-компанию по привлечению поддержки для христиан Ближнего Востока. Он хочет превратить поклонников в драй-бонс, в соратников и в активистов. У людей должен быть способ бороться. Если наши церкви, еврейские организации и наши политические лидеры готовы добровольно переписать историю, если готовы просто смотреть, как истребляют христиан на Ближнем Востоке, тогда мы люди должны что-то начать делать своими силами. Он оттачивал свое искусство четыре десятилетия и передает колкую правду всего лишь несколькими строчками и картинками. Здесь сказано, мы исламисты не просто кучка террористов, которые ненавидят евреев, разве нет? Конечно, нет. Мы убиваем также и христиан. Каждый здесь вкладывает свою лепту. Я занимаюсь заказами и доставкой. Команда у них небольшая, но они надеются создать эффективный проект в защиту христиан Ближнего Востока. Киршин подвел итоги к бедственному положению в этих двух карикатурах специально к рождественскому сезону. Здесь сказано, Санта-Клаусу будет легко. В этом году почти единственное место на Ближнем Востоке, где можно навестить христиан, это еврейское государство. Он также является автором этой карикатуры. Рождественское пожелание для христианских общин на Ближнем Востоке. Пусть мир услышит ваши крики о помощи. Далее. Особенное семейное предприятие в старом городе Иерусалима, где представлены работы местных мастеров. Как мы отмечали ранее, туризм в Израиле сейчас на спаде, что сказывается на многих предприятиях и семьях. Мы хотим рассказать об одном из наших любимых предпринимателей Заке, который заведует магазином в старом городе Иерусалима. Его семейный бизнес поддерживает многих местных ремесленников. Меня зовут Зак Мишерики, и моя семья живет здесь в Иерусалиме уже сотни лет. Я продаю сувениры, например, изделия из оливкового дерева, копии монет первого века. Я начал заниматься оливковым деревом несколько лет назад. Мой дед купил этот бизнес, и мой дядя, и мой отец работали здесь, но мы заморозили проект, а перезапустил я его несколько лет назад. Христианские миссионеры в конце 1800-х, начале 1900-х годов начали понимать, что нужно учить людей ремеслам для того, чтобы поддержать их здесь в Святой Земле. До сих пор множество христианских семей в Святой Земле занимается обработкой оливкового дерева. Оливковое дерево очень много значит для фермеров Святой Земли. Прежде всего в Библии голубь, прилетевший к Ною, вернулся именно с оливковой ветвью. Оливковая ветвь означает надежду. И у нас много пословиц, связанных с оливами и оливковым маслом. Если вам снится оливковое дерево, это означает, что произойдет что-то хорошее. Так что оливковое дерево очень символично на Ближнем Востоке. Существует несколько видов оливкового дерева. Мы отдаем предпочтение древней римской оливе. Оливковое дерево очень крепкое и живет тысячи лет. Оно вырастает невысоким, но всегда очень крепкое. Так что если вы будете в Иерусалиме, то можете здесь обнаружить деревья, сохранившиеся еще с римского периода. На этом мы и сосредоточились. Некоторым оливковым деревьям от 700 до 1500 лет. Поэтому без нужды мы их не трогаем. Это очень ценный материал для строительства и плотничества. Но когда прокладывают дороги или кто-то строит, например, дом, тогда мы расчищаем место и берем дерево себе. Мы его срезаем, сушим год или два. Мы всегда заранее решаем, что будет с этим материалом в конце. Мастер, который работает со мной, заранее видит, каким будет результат. Он может посмотреть и сказать, что это дерево пойдет на рождественские украшения или сувениры. Он вырезает библейские сюжеты по дереву и радует ими людей. Это красивый долговечный подарок. И нам очень нравится делать их, потому что такая вещь может передаваться как наследство от поколения к поколению. Мой бизнес напрямую помогает местным христианам, таким, как я. С помощью бизнеса мы создаем рабочие места, чтобы у людей был хороший доход. Всем трудно найти работу на западном берегу. За последние 20 лет число христиан резко сократилось. Если в 1965 году число христиан здесь составляло 65 тысяч, то на сегодня их всего 10 тысяч. Так что это может помочь им больше молиться, больше думать о Боге и остаться здесь, потому что само их присутствие в этой стране очень важно. На этом сегодняшний спецвыпуск «Место встречи Иерусалим» подходит к концу. Спасибо, что были с нами. Не забывайте, что вы можете подписаться на нас в соцсетях, а также через новостной портал CBN и другие приложения CBN. Пожалуйста, не забывайте молиться за мир в Иерусалиме, за безопасность солдат Цахала и за всех, кто в этот праздник находится в опасности. Я, Крис Митчелл, желаю вам счастливого Рождества. Благослови вас, Господь! Программа переведена и дублирована по заказу IRR TV и Bible Media организацией Weekend. Место встречи Иерусалим это новостное обозрение важнейших событий за последние дни в Израиле, Иерусалиме и на Ближнем Востоке, в котором раскрывается суть происходящих событий, привносится библейская и пророческая перспектива и аналитика. Все последние выпуски вы можете посмотреть на YouTube-канале «Путеводитель ТВ», а также познакомиться с важнейшими достопримечательностями Святой Земли.